В этом видео посмотрим на последствия применения ракеты Кинжал. Сначала разберемся, чем эта гиперзвуковая ракета в принципе опасна, а в конце покажу редкие оперативные кадры пуска, детонации и воронки, которые остаются после применения. Заранее предупреждаю, что наш канал о технологиях и инженерных решениях, а не о политике. Мы акцентируем внимание только на технике и не выбираем между технологиями Запада и технологиями Российской Федерации. Если технология интересная, то мы обязательно о ней рассказываем. И неважно, какая страна ее произвела. Итак, чем же уникален Кинжал? Кинжал, также известный как изделие 40Н6, является гиперзвуковой ракетой «Воздух-Земля». Введение кинжала в строй состоялось в 2017 году, и эта ракета представляет собой часть комплекса вооружений, созданного для использования на российских истребителях МиГ-31К. Кинжал разработан для нанесения прецизионных ударов по морским и наземным целям на больших дальностях. Основные характеристики. Киперзвуковая скорость. Ракета достигает скорости в 14500 км в час, это около 10 мах, что делает ее очень быстрой и трудно перехватываемой для противника. При этом ракета может бить на расстояние до 2000 км. А вот на тему маневерности мнения расходятся. По словам российских экспертов, ракета обладает относительно высокой маневренностью во время полета, что повышает ее эффективность при преодолении противоракетной обороны противника. Однако, Сидхат Каушал, эксперт Руси, отмечает, что кинжал не соответствует критериям маневренности гиперзвукового оружия и является не более, чем обычной баллистической ракетой. Кинжал может использоваться для поражения различных целей, включая наземные объекты, некоторые бункеры, корабли и морские суда. Важно отметить, что информация о кинжале ограничена и некоторые детали могут быть конфиденциальными или не подтверждены официальными источниками. Как и всегда, в условиях информационного голода о новом оружии одна сторона слагает легенды, а другая заявляет о полной его бесполезности. Правда, скорее всего, посередине, а ответ мы узнаем только лишь через время. А теперь те самые кадры. Во-первых, вот фотографии пуска с Мига-31К. А вот фотографии попадания в склад боеприпасов. А вот фото воронки. В том, что эта воронка именно от кинжала, я не до конца уверен, однако СМИ представляют эту информацию именно так. Глубина более двух метров. Мы закрепили три самых актуальных публикации месяца на нашем канале Полтора Инженера. Переходите, подписывайтесь и читайте. Поддержите серьезные каналы на Дзене лайком и подпиской. Не о Доме-2 и сплетнях про звезд же рассказывать годами одно и то же, верно?